А-а-а! Маневрируем! Маневрируем в этом разе! У-у-у! Чим-хай! С вами Юджин и сегодня... Ты пуськой, Евгений! Что? Стань пуськой, Евгений! В каком смысле? Ты должен стать пуськой! Эй, нет, не хочу я быть пуськой, не буду пуськой! Перестань играть на хардкоре, иначе ты никогда не пройдёшь эту игру! Ладно, блин. Птички опять продолжают делать своё... Точнее, не делать своё грязное дело, а влетайте! Блин, этот эпизод начинается точно так же, как предыдущий. Погодите. Симот. Погодите. Комната сканирования здесь. Погодите! Почему у меня игра откатилась? У меня реально игра откатилась! Что за ублюдство? И почему я стою на воде? Короче, друзья, возвращаясь к начальной моей мысли. Я узнал, что есть консольная команда, которая переводит режим игры с хардкора в обычный. Ну, то есть тоже выживать надо, но при этом твоя смерть не перманентная. Я подумал, что в любом случае в этой игре по незнанию я наткнусь на что-то, что меня убьет. И придется все заново начинать, а я уже очень хочу быстрее добраться до Subnautica Below Zero. Поэтому я сейчас читерю. Просто вписываем survival, и игра переходит в режим survival. Какую команду ввести, чтобы восстановить просранный прогресс? Я знаю, какую команду. Peace. Oh, shit. Прикиньте, ни краба, ничего. Все, что мы нашли, нахрен идет. Давайте попробуем сохранить и выйти. Заходим снова. Так, мы здесь. Но почему в тот раз не сохранилось? Я не знаю. Ой, как предстоит много всего. Блин, даже желания нету играть снова. Но я должен. Сейчас я восстановлю былой прогресс. Итак, ровно час. Я пыхтел и восстанавливал былое могущество. И, наконец-таки, я дошел до этого момента, когда я могу сделать краба снова. Но не все так плохо. Потому что я теперь нашел еще пропульсионную пушку для краба. И мы ее скрафтим. Как мы ее скрафтим, я пока что-то не знаю. Но мы сейчас разберемся. Как только заберемся на это, уродцы, в нашу шахту стыковочную. Все, заходи. Ставим ему инвентарь. И теперь давайте смотреть. Пропульсионная пушка. Нужна микросхема, титан, литий. У меня все это есть. Вот как-то так. Краб будет ждать своего часа. Сейчас я хочу чуть подальше поставить комнату сканирования. Но не слишком далеко. А где-то здесь, наверное. Сейчас я очень хочу поискать различные фрагменты. А именно фрагменты, которые связаны с циклопом. Всего один фрагмент нашел. Плохое место для комнаты. Давайте попробуем вот сюда и впендюрить. А тут вообще нет никаких фрагментов. Есть только обломки. Вот какой-то обломок есть. Тут что-то многообещающее должно быть. Фрагмент пропульсионки. Да! Смотрите, куда я в итоге приплыл. Помни эти места. Помни всех этих ангелов. Помни эти грибочки. Смотрите, капсула номер 13. О ней даже ничего не говорилось, по-моему, в моих журналах. Так, а это что? Сверхскользкие ласты. Прекрасно. Это мы все скрафтим. Итак, у нас здесь есть голосовой журнал. Слушаем. Значит, да, процедура запуска спасательной капсулы. Вход в планетарную атмосферу. Мои создатели, хранители и вседержатели бюро, дайте мне на сей день повседневных благ. Мои, как и я, дарую тем, кто ищет благ от меня. Внешние температуры приближаются к критическим уровням. Укажи мне путь в жизни и истине любви. Ибо со мной силой я един. Ныне и вовеки веков. Столкновение неизбежно. Жизнь это игра, в которую вселенная играет сама собой. Я закончил играть этой кучкой плоти. Верни меня. Неприятно, неприятно. Хватит, хватит эти шумы издавать. Что-то вытащило его отсюда. Я так понимаю, это жнец сделал. По-любому. Такой он такой мразью может быть. И вытащить человека, пока он записывает аудиожурнал. Некрасиво. По-свински. Меня только что предупредили, что здесь очень много левиафанов. Да я ни одного не вижу. Где ты, левиафан? Сышь. К сожалению, не могу ниже опуститься. Ой, какой там страшный кратер. Знаете, я больше боюсь кратера, чем этих тварей. Ой. Ой. Что-то проплыло надо мной. Где? Ой. Блин. Все, мне здесь нечего делать. Возвращаемся обратно. Ох. Блин, как страшно было. Значит, у нас проблема следующая. Мы не можем продвинуться дальше в игре, потому что у нас нету альтернативного источника питания, кроме солнечной батареи. Это самый примитив, полный отстой. Сейчас тогда мы сделаем так. Мы пойдем на новый остров, который плавучий остров. Отправляемся на остров. Это будет захватывающее приключение. Или не очень, потому что столько раз мы уже туда плавали. Но мне интересно, что-нибудь изменилось там или нет. Вот. Давайте попробуем здесь комнату сканирования впендюрить. Что, Медуза, дивишься, да, технологиям? Смотри. Давайте начнем с фрагмента. Здесь фрагмент я вижу. Ну, такой нормальный фрагментик. Очень даже неплохой фрагментик. Здравствуйте. Я помню тут в каком-то фрагменте на нас пришельцы, но не нападут. Они попытаются с нами пообщаться, а мы ничего не поймем. Испугаемся. Такой был сюжет. Блин, мне не нравится, что тут акула где-то там рычит, как будто она сейчас сюда заплывет. Так. Модификационная станция. Палин. Что? Что? А, она прям подо мной, акула эта. Чертеж модификационной станции. Ящик с данными. Легкий баллон высокой емкости. А у меня что? Кислородный баллон. Чем он отличается, пока непонятно. Тем, что он легкий. К сожалению, и здесь комната сканировали, оказалась абсолютно бесполезной. Вот это облако. Поговорите, а место смерти капитана Кина, ну не факт, что это смерть, а находится всего лишь недалеко. И не так глубоко. Мне кажется, мы уже туда можем спокойно погрузиться. Или не можем. Еще 100 метров. А мы уже, блин, на приличной глубине. Более того, мы немного не туда заплыли. Что это за маленькая фигнюшка смешная? Каменная личинка. Пошла. Стебли глаз. Возможно, что-то вкусное, я не знаю. Куча мешочков гелеобразных. Тут целый... Это просто биом мешочков. Надо брать, надо брать, ребят. Как удобственно. Откуда они здесь... А, штука боль делает. Но мы так очень грамотно вернулись. Да ладно. Пришельческие всякие штуки. Это что такое? Капсула времени. Какого фига капсула времени? Получена капсула времени. Сейчас мы ее обследуем. Секундочку. Мне вот это вот... Это воздух дает? Я не знаю, что это дает. Потому что она ничего не дает. Так, мы полностью забили свой инвентарь. Надо теперь все это как-то распределить. Я вообще сюда не за этим пришел. Но я рад, что я сюда пришел. Что-то у меня нашел только что. Капсула времени. Удачи, выживающие. Почему это? Что фотка меня? Ты пережил падение. И теперь пришло время повыживать еще немного. И я оставлю тебе сиглайт. А, вот откуда он у меня взялся. Ладно, я думаю, мне этот сиглайт не нужен. Я просто вот этот возьму. Который полностью заряжен. Так я пока не вдупляю. Что же это за штука такая? Для чего нужна? Тихо, тихо, тихо. Значит, оно... Я просто еще очень боюсь, что оно меня всосет куда-нибудь. Или это просто намек на то, что тут, вот под этой толщей земли, что-то есть. А вот и какая-то штука. Устройство энергия ячеек. Зарядочка. Отлично. Давайте пошарим здесь. Что-нибудь новенькое. Баллон сверхвысокой емкости. Вот дырка. Бортовой журнал помощника Кина с капсулы 19. Всему экипажу. Если вы читаете это, значит, вы следовали за автоматическим сигналом бедствия, отправляемым с бортового компьютера этой спасательной капсулы. Вопреки моим приказам, я был вынужден эвакуироваться. Вам приказано забыть о моей безопасности и попытаться добраться до назначенных координат места встречи на ближайшей суше. Я надеюсь увидеть вас там. И еще один КПК. Кин! Это Аброра! Ответь! Это Кин! Капсула отделилась штатно. Приземление через 30 секунд. Компьютер обнаружил сушу, координата прилагаю. Я хочу, чтобы ты собрал экипаж танк. Понял вас, но... Теперь ты за них отвечаешь. Не подведи их, капитан. Вы должны эвакуироваться. Никак нет. Тебе нужен целый корабль, чтобы связаться, а они со штабом допадали связи. Я попробую управляемый спуск. Каппыщ! Капитан! Окей, мы доплыли сюда. Мы молодцы, мы это сделали. Точка встречи Авроры. Суша. Запомним это место. Тут полно гелеобразных мешочков. О, фрагментов. Он находил нам... А я был здесь? А я здесь не был? Давайте извлечем. Че тут? Показывай. Фрагмент светодиодного фонаря. Ммм, белиссимо. Тяк-тик-тик-тик-тик-тик. Так, а здесь мы уже с вами были, кажется. Ааа, вот и не были. В общем, здесь у нас ящик с питательным батончиком. Энергия ячейка и... Укрепленный костюм ныряльщика. Слушай, что-то хорошее, да, походу? Повышает шанс на выживание при экстремальных температурах. Ага. Ааа, кажется, мы все здесь осмотрели. Теперь, собственно, нам пора на остров. Суша, вот она. Я вижу КПК. Новая КПК. Итак, что у нас тут? Голосовой журнал. Мы должны вернуться на борт Авроры, починить дальнюю связь и связаться с другими выжившими. Не может быть, чтобы только мы двое выжили. Не такие приказы мне отдавал капитан, и вам я такого не приказывал. Дело не в субординации, дело в выживании. Мои обязанности временного командира не включают заботы об их удобстве. Выйдите из воды. Если я попаду в неприятности, я пришлю вам свои координаты. Я не могу отпустить вас одно. Тогда идите со мной. Вы не составляете мне другого выбора. Получена экстренная передача от второго помощника Кина. Два часа после последней активности. Встреча не удалась. Я перехватил передачи из штаб-квартиры Альтеры. Похоже, что они отправили пакет данных на Аврору. Нас перехватил хищник класс Левиафан, прежде чем мы добрались до корабля. Считайте, что техдиректор и я пропали в море. Будьте осторожны. Кин, конец связи. Теперь нам нужно, собственно, потусить на этом острове. Добыть нужные нам чертежи. И свалить. Вы писали, что мне нужно добыть луковое дерево. Его семена и посадить. И типа я больше ни в чем не буду нуждаться. Мол, оно выращивает целую кучу еды и целую кучу воды. Хорошо. Луковое дерево так луковое дерево. А вот и оно. Раз, два, три. Столько хватит? Я надеюсь, хватит. Четыре. Надо, наверное, изучить его сначала. Итак, луковое дерево. Растеневые формы луковицы. Анализ показывает, что сок, выделяемый этим растением, ядовит для насекомых. Но люди могут собирать и употреблять его благодаря высокому содержанию воды. Все, пора бы уже начать изучать все, что мы тут находим. Растение мин ничего не дает. Вон та база. Что? Что за звуки? Что это, блин, за звуки были сейчас? Что это? Прожектор. Это шканирование. Забавно, что ящик такой чистенький по сравнению со всем остальным. И здесь есть КПК. Первый раз за многие месяцы я вижу солнечный свет. Все это время, проведенное в глубине, я мечтал о нем. А теперь, когда я снова здесь, им сложно наслаждаться в одиночку. Отец был прав. Нам не следовало уходить. Мы не должны были заходить так глубоко. Мы не нужны им там, внизу. Как бы я ни старался, болезнь усиливается. Видение становится все хуже. Маргарет и отец стали частью экосистемы. Это невероятные планеты. Учешает то, что когда я умру, я присоединюсь к ним. А до тех пор, что ж, отсюда прекрасный вид. А, здравствуйте. Внутренняя грядочка. Пальмовое дерево, папоротниковая пальма. Тоже что-то очень важное. А, черт, у меня полный инвентарь. Давайте одно семечко возьмем. Это что-то за звуки? Это, наверное, просто камни валятся, наверное. Вот она, обсерватория. Наконец-таки. Черчеж готов. Стоп, теперь на ту сторону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно здесь падать. Здесь же нельзя падать. Раньше же в игре, по-моему, не было коцаний от падений. Но теперь они есть. Поэтому сын Евгений, сын. И Евгений сдержал обещанное слово. Он начал ссать. И ссал до конца своих дней. Здесь... Переборка. Так, у нас есть мраморная дыня. Это вкусность. Китайский картофель. Кстати, тоже получается еда. Оценка съедобен. Вот ты где. Здравствуй. Голосовой журнал Дегази номер один. Этот остров просто находка. Выгляни в окно. Здесь нет хищников. Есть свежая пища. Нет стройматериалов от корабля. Ничего не осталось. А Малец говорит, что без дополнительных грядок мы будем голодать. Скажи, Малец. Это так, отец. Естественная скорость роста слишком мала, чтобы поддерживать нас. Все, что я говорю, это то, что океан нас окружил. Ну, прятаться бесполезно. Рано или поздно нам придется намочить ноги. Быть может, раньше вся ваша жизнь проходила в драках, Мейда. Но я уже принял решение. Хотите решиться вознаграждения за опасные условия только ради того, чтобы поплавать? Так дерзайте. Поверьте мне, я об этом думаю. А, это как раз таки та семья, которая нырнула в итоге под воду. Нам нужно спуститься вниз. Аккуратненько спуститься вниз. О, прикольно, я съезжаю. Итак, живая стена. Отскадирована. Стой, здесь винтовка. Слышу, справа подбирается тварь. Вот он стоит. Я тебе знаю, что... Ты пошли, я такой... Ты, 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 мразь. Ты, ты, мразь такая. Все, погибла. Наружная грядка. А здесь снова китайский картофель, мраморная дыня. Вот, кстати, мы ее и не изучили еще. Съедобно содержит много воды. И многоцелевая комната. Ай! Теперь надо как-то войти внутрь. Вот. Внутри. Здесь есть КПК. Журнал шефа. Пять недель после крушения. Единственный выживший, кроме меня, это мой сын Барт и Мейда. Недорогая наемница, которую я нанял для этого путешествия. Спустя несколько суток, проведенных в посадительной капсуле под стук дождя по крыше, погода прояснилась и нас вынесла сюда. Я отправил Мейду собирать обломки Дегази, а брата искать стабильный источник пропитания. Его образование окупает себя быстрее, чем я ожидал. Единственная наша проблема — это Мейда. Она утверждает, что погода изменится. По мне, так она ищет повод рискнуть нашими жизнями. Складывается впечатление, что она никогда не оставалась больше, чем на неделю без физического конфликта, и теперь ищет драки. Каждое ее суждение строится на том, что все пойдет от плохого к худшему. Если бы у нее был мой опыт, то она бы поверила мне. Люди тысячелетиями специализировались на том, как обуздать природу. Эта планета не создаст нам никаких новых проблем. Наша единственная цель теперь — остаться в живых, с как можно большим комфортом, пока страховая компания не организует спасательную экспедицию. В этой части космоса это может занять месяц или даже годы. Он такой, ученый, годы. Смотрите еще. Сын, я сказал, подожди, пока стихнет буря. Твоя жизнь ценнее для меня, чем какая-то грядка с травой. Ты больше не командуешь с тех пор, как корабль, где ты был капитаном, затонул. Я перестану командовать тогда, когда ты начнешь заботиться о себе сам. Слушайте, шеф. Шеф. Что? Знаете, как осушить те грядки от 40 тонн ливневых вод? Или как накладывать еду из воздуха? Я знаю, как расставлять приоритеты. Я лишь хочу сказать, чего же сегодня стоит для вас жизнь сына, если завтра вы будете так голодны, что начнете размышлять, каков он на вкус. Позвольте ему заняться растениями. Сын, пойди и займись растениями. Барт торгал, покинул жилище. Еще раз вмешайтесь в дела моей семьи, я оставлю вас здесь, как прибудет спасательная команда. Вы меня поняли? Помощь не придет, шеф. Вовремя не придет. И оставаться здесь тоже нельзя. Этот дождь продолжает идти, и рано или поздно это место будет затолплено. Наш единственный выбор, это затопит ли нас вместе с ним. О, а мы не сможем попасть внутрь комнаты? Кажется, нет. А, сможем, вот же. Скрижаль, который я, черт подери, не могу взять. Надо от чего-то избавиться. Давайте избавимся от одной батареи. Съедим еду, выпьем воду и аптечку заюзаем. И еще один журнал. Что это за штука? Я не знаю, я нашла ее снаружи в песке. Чая из другого корабля? Таких я прежде не видела. Она даже не поцарапана. Не играйся с ней, она может быть ценной. Расслабьтесь, шеф. Если бы она должна была рассыпаться в пыль, она бы рассыпалась еще тогда, когда я только подобрала ее. Она светится? Мне первые люди, которые пришли на эту планету. Люди? Возможно. Возможно, пришельцы. По мне так хоть те чертовы морские чудовища. Одно можно сказать точно. Мы ничего не узнаем, оставаясь здесь. И они уплыли. И они уплыли туда, куда-то очень вниз. Слишком вниз, я бы сказал. Чересчур вниз они уплыли туда, куда-то вниз. А мы тем временем закончили здесь. Прыгаем. Итак, у нас под нами здесь биом. Со светящимися шариками. Если память не изменяет, где-то тут прямо строго под островом и находятся их базы. Но, к сожалению, мы не можем так глубоко нырять. Разве что просто... Давайте сплаваем, чисто посмотрим. Убедимся, что мы правильно мыслим. Не, мы точно правильно мыслим. Просто сейчас мы не можем здесь находиться. Здесь слишком опасно. У нас все равно полный инвентарь. Все, всплываем. Мы дома. Черт, я думал, что у нас есть модификационная станция. Нам надо еще два фрагмента найти. Никакого прогресса, блин. Давайте забабахаем баллон сверхвысокой емкости. Посмотрим, насколько он будет нам давать емкости. Четыре штуки лития и один баллон. Но нам нужна модификационная станция для этого. Так. Смотрите, что-то вижу. Это еще одна вентиляционная система этих пришельцев. Этих срадых пришельцев. Бур, 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 бур. Бур, 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 бур. Ох, мы набурим скоро. Ой, и прямо вот сейчас. Ну, хоть какой-то прогресс есть. Ай, бур. Как хорошо, что я сюда припер. Я даже не знаю, для чего я сюда припер, но это хорошо. Как бы это скодировать, я здесь поставил прям. Боюсь, тут будет очень плохо с энергией, но я... У меня нет выбора. Чуточку есть, чуточку есть, нормально. Все хорошо работает. Капсулы вставим в нужные места. Так, смотри, что здесь есть. Горячая зона. Фрагмент буры костюма Краб не нужен. А вот ящики с данными пусть ищут. Я что тут нашел? Смотрите, что это? Капсула времени. Давайте изучим сначала. Еще одна капсула времени. Мы даже можем чертеж... Это чертеж? И нам еще один глайдер дали. Давайте вот этот глайдер выбросим, этот оставим. Я обязательно воспользуюсь буром. Обязательно сейчас прямо это будет. Дайте войти мне. Я войти хочу. Вот где я могу войти, через вентиляцию. Проникаем внутрь. Данные. Что это? Блин, костюм нырячика. У нас уже есть это. А вот это что такое? Утилизатор ядерных отходов. Что-то очень нужное, судя по всему. И дверь, которую можно взломать. Здрасте. Бейсболки сраные. Зачем это все? Кофе-машина. Ну, кофе я люблю, ладно. Ставь лайк, если тоже любишь кофе. Я прям не могу без него. Настенная полка. Ставь лайк, если тоже любишь настенную полку. Я прям не могу без нее. Горшок для растений. Ставь лайк, если. Ладно, хорошо. Не важно. Мне надо валить отсюда. Я здесь, я здесь, здесь, здесь. Есть. А теперь. Мрама. Ой, какая-то громко страшно было. Не ожидал. Не ожидал. Маневрируем. Маневрируем в этом разе. Маневрируем в этом разе. Продолжай маневрировать, Евгений. Не дай ему. Не дал ему. Седых волос стало больше. На заднице. Так вот, теперь. Погодите. Погодите. Собираем липучки. Лепим. Лепим. Не благодари. Кажется, мы ему немножко сбили. Его на водку. Теперь. Да. Бурись, бэч. Блин, это так долго делается, оказывается. Но как много кварца добывается. Это ж пипец. Титан. Нам как раз его до хрена надо. На ты. Говна. Получай по башке. О, дерется. Хоть драться. Я прошу прощения. Блин, бурение такое долгое, оказывается. И так немного материала. Ну, не то чтобы супермало. Но все равно, я думаю, что так это будет быстро. И много. И мы заполнили весь инвентарь. Что ж, надо бы валить отсюда, пока Лебиафан нас не увидел. Ах, неплохое приключение было. Кучу всего интересного набрали. Жаль только этот косяк с сохранялкой был в самом начале. Потратил много времени, чтобы все восстановить. Я думаю, мы неплохо с вами поиграли. И продолжим в следующий раз обязательно. Для тех, кто смотрит мой канал очень давно. Уже видели все вот эти вот мои прохождения сабнатики в этой части игры. И поэтому вам, наверное, немножко скучно. Я понимаю вас прекрасно. Но мы уже почти подбираемся к тому самому моменту, на котором я остановился в прошлый раз. То есть мы сейчас продолжим игру уже в новом виде. То есть мы увидим новый контент. Ну, вы, наверное, уже, возможно, видели другие прохождения. И вы будете не так удивлены. Но зато вы посмотрите на мою реакцию. Даже я немножко испытываю саб. Знаете, такое ощущение монотонности. Потому что хочется уже нового чего-то увидеть. А это будет вот совсем уже скоро. Мы почти у цели. В следующей серии найдем модификационную станцию. Найдем циклопа. Надеюсь, очень найдем новые локации. Что-то мы точно найдем. И чтобы это не пропустить, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видосу. И не забывайте про все мои соцсети. Ссылки на которых будут в описании. А с вами был Юджин. И всем пять!